Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим о редьке маргелланской и главным образом, как ее вырастить и почему случаются неудачи. Я познакомилась с маргелланской редькой еще во времена Советского Союза, живя в одной из среднеазиатских республик. И вот именно там впервые я попробовала эту редьку, она мне очень понравилась. Эта редька не такая острая, как редька черная, сочная, на вкус даже нотки сладости чувствуется. Редька хорошо лежит, и, конечно же, я загорелась вырастить ее у себя на участке. Но во времена СССР семян таких не было, а сейчас семян много, и в конце концов появились семена редьки маргелланской, но сколько бы я ее не выращивала, у меня ничего не получалось. И вот, наконец-то, я с ней подружилась. И сегодня я расскажу, в чем была моя ошибка, для того, чтобы вы это не повторяли. Маргелланскую редьку часто путают с дайконом. Но дайкон – это редька японская, а маргелланская редька – это редька китайская. И, как я уже говорила, ее выращивали в Средней Азии, особенно в Узбекистане. И само название редька маргелланская произошло от слова «маргеллан» – это название узбекского города. Там лето длинное, и там ее очень успешно выращивали. Главная моя неудача была в том, что я ее сажала не в те сроки. Как мы обычно сажаем редьку? Когда убирается чеснок на освободившиеся места, мы сажаем все подряд. И маргелландскую, и дайкон, и черную редьку. Но сажать эти все редьки нужно в разные сроки. У китайской редьки, в частности, у маргелландской редьки, очень длинный вегетативный период. То есть она расти будет долго. А у дайкона вегетативный срок меньше. Он расти должен меньше до созревания. Поэтому маргелландскую редьку нужно сажать как можно раньше. И если вы посадите ее позже, 15 июля, то в результате вы не получите ничего. Так же, как и я не получала ничего, я получала одни тоненькие хвостики и ботву. Как и любой из представителей редьки, сначала у маргелландской редьки нарастает зеленая масса, нарастает ботва. Потом она прекращает свой рост и начинается рост корнеплода. Если посадить позже, чем 15 июля, то очень хорошо успевает нарасти ботва. А вот для нарастания хорошего корнеплода времени уже не хватает. Маргелландская редька – это редька некрупная. Если вы видите корнеплоды весом более 500 грамм, то значит эти корнеплоды были перекачаны азотом. А так она вот примерно вот такая вот. Вот это вот, наверное, самые крупные представители маргелландской редьки. Сортов у маргелландской редьки нет. Это сам сорт китайской редьки. Эта редька пришла из Китая в Среднюю Азию. Ну и теперь можно вырастить ее самим. Маргелландскую редьку сажать весной бесполезно. Она уйдет в цвет. Сажать ее нужно во второй половине лета. Если вы убираете чеснок раньше, до 15 числа, он успевает созреть, тогда сажайте на место чеснока. Если вы очень хотите вырастить хороший урожай маргелландской редьки, то оставьте этот участок, засадите какими-нибудь скороспелыми культурами, которые к 15 июля уйдут уже с грядки. И тогда сажайте маргелландскую редьку. Сажать ее нужно редко, сантиметров 30 между растениями должно быть, потому что ботва у нее очень мощная. И если ботва начинает, вот листья ботвы начинают перекрывать друг друга, то корнеплод также мельчает. Когда вот сходит, кажется, что очень редко посажены. 30 сантиметров, но это довольно-таки большое расстояние. И кажется, что зря я столько земли у меня пустой, зря я так посадила ее редко. Но уже буквально в августе ботва начинает смыкаться, и уже начинаешь думать, что наоборот посадила слишком часто. Когда вы приобретаете семена маргелландской редьки, производители, хорошие производители, они так и пишут, что это поздняя спелая редька, и у нее срок вегетации 90-100 дней. Вот и отсчитывайте. Вообще маргелландская редька – холодостойкий сорт. Она выдержит и первые заморозки. Я убираю редьку в конце сентября, где-то, может быть, 1-2 октября, но не позже. И опять-таки в зависимости от погоды. Но если случаются заморозки, я просто сверху набрасываю кровной материал, где-то примерно 30-ку заморозки проходит, я снова открываю. Но уже позже октября нет смысла ее держать, потому что уже и холодно, и она только сидит и мучается в земле, даже если и теплая погода установится. В старину говорили, что в октябре овощ в земле тоскует, и это правильно нужно все убирать до начала октября. Маргелландская редька очень любит полив. Если вы посадите и устанавливается такая вот сухая погода, длительно сухая погода, то корнеплод становится жестким и каким-то волокнистым. Поэтому ее нужно обязательно еще хорошо поливать. А в основном с ней проблем никаких нет. Как и дайкон, эта редька не впитывает никакие вредные вещества из земли. Ее можно сажать практически после любого корнеплода, но большой урон наносит редьке крестоцветная бложка. В этом году, когда у нее нарастала ботва, стояла довольно-таки засушливая погода, и крестоцветная бложка очень сильно расплодилась. Чтобы защитить маргелландскую редьку от крестоцветной бложки, я просто, когда она взойдет, накрываю всходы 17-м укрывным материалом, так, чтобы крестоцветная бложка туда не проникла. И это мне позволяет не использовать никакие ядохимикаты. Ну а уже, когда наступает август, середина августа, крестоцветная бложка уже свою вредоносную деятельность практически прекращает. А здесь идет и уже нарастание зеленой массы, и начинается нарастание корнеплода, и маргелландская редька удается в этом случае хорошо. Надеюсь, мои советы и мои ошибки, и работа над моими ошибками поможет вам вырастить качественную маргелландскую редьку. Она стоит того, чтобы поселиться на вашей грядке. Ну а у меня на сегодня все.